Президент опроверг свое участие в программе «Москва. Кремль. Путин». Один лишь анонс того, что в эфире нашей программы выйдет интервью Зеленского, произвел на Украине эффект разорвавшейся бомбы. Ситуация стремительно накалилась так, что комментировать ее вынудили президента. Вы дали интервью телеканалу «Россия», насколько я знаю. А, я прочитал это. Я не давал интервью телеканалу «Россия». Я прочитал это. Я не давал интервью телеканалу «Россия». Честно говоря, там в коридоре у нас был пресс-подход на улице возле отеля. На улице, бля готелю. Это было в Париже. Это было в Париже. Да, это было в Париже после нормандской встречи. Был час тридцать ночи. Это так. И журналист, то есть журналистка, была девушка. Она спросила меня. Что-то спросил я и что-то ответил в коридоре. Ну, вот такое интервью. Ну, вот такое интервью. Вот как выглядело это «что-то спросило, что-то ответил». Никаких других журналистов нет. Продюсер нашей программы Елена Меньшикова и оператор Александр Макаров спросили, как прошла встреча с Путиным. Охранник на секунду пытался помешать, но сам Зеленский дал полноценный, развернутый ответ. Первая встреча личная. Поговорили. Понимали важные очень вопросы. Видите, что шумят все. Подустали, хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало, в принципе, на встрече такого формата. У нас есть возможность добиться результата. Это конец войны в Украине, в территории нашей страны. Я очень хочу, во-первых, через 4 месяца, через 4 месяца будет встреча. Потому что много вопросов за один раз не решит. И действительно много разных взглядов на разные вопросы. А уж сколько взглядов в тот момент сыпалось на самого Зеленского. Вот реакция замглавы офиса президента Украины, когда он увидел, что его шеф спокойно и нормально общается с телеканалом «Россия». Есть возможность добиться результата. После этого Кирилл Тимошенко начал в буквальном смысле расстреливать своим взглядом Владимира Зеленского, всячески давая ему понять, что пора заканчивать. За голову схватился Андрей Богдан, руководитель офиса президента. Но Зеленский продолжал спокойное общение с нашим телеканалом и сказал, что он думает о минских договоренностях. Минск, как говорится, в Минске время уходит, время меняется. У нас другие люди, которые говорят, что я считаю, что в принципе нашей стране виднее, потому что это наша страна, и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на первом стиле. Я считаю, что главное, что мы начали все общаться. Ездил со мной, посидясь на маму.